Педиатр одной из городских поликлиник Ксении Ермакова в период пандемии решила от своих привычек не отказываться. День рождения традиционно отмечает в ресторане. Говорит, сначала новые правила посещения общественного места были непривычны, но сейчас воспринимает их как норму жизни. Мы зашли, конечно же, надели все маски. Потом, когда присели за стол, уже принесли еду, сняли, спокойно начали кушать, разговаривать и общаться. Следят, чтобы все соблюдалось, не было никаких таких скоплений людей, чтобы каждый за своим столом, кто-то отошел, вернулся, сел обратно и общается за своим столом. Уже год это все длится, все уже привыкли за год. Первое время, конечно, было непривычно, сейчас уже нормально, ко всему адаптировались. За соблюдением противоэпидемического режима в самарских ресторанах районной власти и полиции следят регулярно. Разработан еженедельный график выездов. Оперативно реагирует и на жалобы отдыхающих. Этой ночью на контроле было несколько адресов. Согласно постановлениям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, подобные учреждения в условиях действующего режима повышенной готовности с 11 часов вечера до 6 утра должны обеспечить заполняемость помещений до 50%. Также ограничена работа ночных клубов и дискотек, танцевальных площадок и фан-зон. Помимо этого, в центре внимания проверяющих бригад, измерение температуры тела посетителей на входе, ношение масок гостями и персоналом при перемещении по ресторану, заказе меню и оплате чека, наличие антисептика, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция контактных поверхностей. В Ленинском районе всего 34 заведения, которые работают после 23 часов. Конечно же, уже некоторые заведения проверены были по несколько раз. В этом заведении ни разу не было замечено в качестве нарушителей. Управляющий рестораном на Галактионовской, 132, Виктор Кириллов говорит, к новым правилам сам привык быстро и персонал долго обучать не пришлось. Все понимают, бизнес есть бизнес. Когда началась прививочная кампания, сотрудники прошли вакцинацию. Сейчас уже каждый второй привит. После работы года в данных условиях и гости наши, персонал в том числе, привыкли. Основная задача стоит, чтобы пандемия спала, чтобы количество зараженных было меньше. Мы, в свою очередь, по требованию правительства Самарской области, принимаем все меры. Мы соблюдаем соцдистанцию, прививаем персонал. На данный момент у нас привиты порядка 60%. Поэтому, думаю, все будет хорошо. В ресторане на Куйбышево 128 тоже все в норме, в том числе и по вакцинации. Здесь привились почти 100% персонала. Правила Роспотребнадзора соблюдаются неукоснительно. У нас 30 посадочных мест. Конечно же, не хватает нам посадки именно в период коронавируса. Приходится создавать листы ожидания, то есть перезванивать гостям, которые хотели бы посетить наш ресторан. Есть люди, которые позитивно к этому настроены, то есть они понимают важность всей эпидемиологической ситуации. Есть те, конечно, которые негативно к этому относятся. К сожалению, мы их не допускаем. Мы не нашли никаких нарушений, что, конечно же, нас радует. Надеюсь, что в будущем и другие предприятия общественного питания тоже будут следовать их примеру. С декабря прошлого года только в Ленинском районе прошло около 300 таких рейдов. Выявлено нарушение у восьми предприятий общепита. Их руководство привлечено к административной ответственности. По суду на нерадивых рестораторов наложены штрафы на общую сумму порядка 800 тысяч рублей. Такого наказания оказалось достаточно, чтобы правила ведения бизнеса в период пандемии больше не нарушались, рассказали ревизоры. Повторные проверки показали, что отдыхать в самарских ресторанах сейчас безопасно и комфортно. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.